В воскресенье 4 октября на городском стадионе имени Николая Петровича Бурлаки славянцы принимали финальное соревнование сельских спортивных игр Кубани 2015 года. Вместе с участниками соревнований в атмосферу спортивного праздника окунулись и наши корреспонденты. Спортсмены Славянского района прославляют нашу малую родину во всех уголках мира. Они показывают хорошие результаты на краевых, всероссийских и даже мировых чемпионатах. И это не случайно, ведь в нашем районе развивается 24 вида спорта. Это достаточно сильная спортивная база. Именно поэтому было принято решение провести финал сельских спортивных игр Кубани именно в нашем городе. Славянск на Кубани у нас самый сильный, один из самых сильных спортивных регионов Краснодарского края. Здесь много чемпионов, которые он воспитывает в своих спортивных школах. Сегодня мы проводим финальный этап сельских спортивных игр, 22-х сельских спортивных игр Кубани. Соревнования среди жителей сельских районов Краснодарского края. В первом этапе соревнований приняло участие свыше 60 тысяч человек. Это ежегодное мероприятие, проводимое Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края. Вот уже на протяжении многих лет Славянский район в области спорта считается лидером в Краснодарском крае. Администрация Славянского района уделяет большое внимание тому, чтобы каждый житель имел возможность заниматься физической культурой и спортом. Славянск – это прежде всего праздник, это прежде всего пропаганда здорового образа жизни. Сегодня как раз наш город относится к сельским городам. И сегодня мы с вами будем наблюдать сельские игры Кубани. А финал проводят в Славянске. Здесь будет проведено подведение итогов, какая команда муниципального образования выиграет в соревнованиях. И вот настал торжественный момент – открытие финальных соревнований 22-х сельских спортивных игр. Под дневной Российской Федерации и Краснодарского края на главную спортивную арену спортсмены вынесли флаги 44-х муниципальных образований края. Перед участниками соревнований с приветственным словом выступил председатель районного совета Григорий Литовко. Я уверен, что сельские ребята сильные, крепкие духом. Они покажут мастер-класс. И от всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и спортивных побед. С праздником! Сразу после красочного открытия соревнований 360 спортсменов со всего края приступили к состязаниям в мини-лапте в выполнении комплекса «Готов к труду и обороне» в соревнованиях дойеров. Дух соперничества, спортивный азарт, жажда победы – всё это слилось воедино на городском стадионе. Яркий тому пример – состязание по мини-лапте. Это игра, где каждая команда защищает своё поле от соперников. На первый взгляд – лёгкие правила, но при этом присутствовала сложная и нешуточная борьба за право стать лучшими. Готовились мы недолго к ним. Некоторые, да, вообще первый раз взялись за биту. Ну, как играем, так играем. Также в этот день продемонстрировать свои спортивные навыки по выполнению нормативов всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» смогли как юноши, так и девушки. С этой задачей спортсмены справились на отлично, показывая высокий уровень мастерства. «Мы принимаем участие в ГТО, то есть «Готов к труду и обороне». Проходим виды такие, как сжимание, точнее сгибание-расгибание рук в упоре лёжа. Произдаём прыжок в длину с места и наклон со скамейки, ну, то есть наклон на гибкость. Также мы участвуем в беге на 100 метров и на 2000 метров». Но, пожалуй, самыми колоритными стали типично сельские состязания – соревнования дойров по разборке-сборке доильного аппарата. Многие участники никогда ранее не пробовали себя в этом деле, как, например, Дмитрий Шелеп из славянской команды. «Именно доильный аппарат я разбирал первый раз. Я его сегодня впервые утром увидел. Ну, потренировался, правда, два раза разобрал, собрал, но третий раз уже на время, то есть зачёт делал. Ну, показал я время 2.47. Ну, думаю, неплохой результат для первого раза, по крайней мере». По итогам соревнований команда наших спортсменов, работников сельскохозяйственных предприятий района, во многих видах вошла в десятку лучших спортивных коллективов. Шестое место в мини-лапте. Восьмое – в выполнении комплекса ГТО. Пятое место в соревнованиях дойров. Благодаря чему в общекомандном зачёте наш район занял почётное шестое место. Лучшими же в финальных соревнованиях 22-х сельских спортивных игр Кубани стали спортсмены Денского района. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Игорь Ванчуков. Программа «События».